Мера Гройсман 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 Мерсман 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 которые будут решать эти проблемы. Мы будем использовать транспорт авто, мы будем использовать транспорт авиа между нашими нашими, так как они должны быть между двоих веков. Десигурно, я вам обращу внимание и о том, что визитет экосистема Рыулу Нистру. Рыул Нистру не только в Украине, потому что апелы не могут стать о фронтее. Существом Рыулы Нистру и это рыу коммун. Поэтому я вам convenю что мы будем использовать о комиссии мической которая будет обращаться в том, что происходит в экосистеме Рыулу Нистру и будет смотреть этот вопрос. Поэтому я вам convenю что мы будем адресать в комиссии, что мы будем адресать и о том, что мы будем адресать и о том, что мы будем обращаться сукруем. потому что, как и в виду, аккорд, интергенутор, совпадает в области, и дозволдания, в области Вазин-Аролю Мисту. Поэтому мы будем проверять и осознавать на самом деле, в частности, что, как и в то время, мы должны прийти к этому раму, которые влияют приемы между нашими церями. Конечно, еще один вопрос был грижа в нашей стране, наше этно-культурале. Здесь мы говорим о молдовении и романии, которые являются и живы в Украине. Это очень большая comunidade, около 400 тысяч человек. В Украине и романии, в связи с учетом, в Украине, мы уверены, что все молдовении и романии могут изучить участие в Украине, в романе и в романе. И, по этому поводу, мы уверены, что они будут защитены древние народные народы. В Украине и Романии, Продолжение следует... 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 от новых проектов, мы должны их решить и двигаться вперед. И мы на это абсолютно полностью нацелены. Хочу сказать, шановые коллеги, и вопрос, вопрос об обществе. Украина реформуется, и буквально нечудавно Украинский парламент принял важный закон для нашей страны о реформе системы об обществе. Это закон не против кого-то, это закон за качество. Новую качество украинской области. Мы многонациональная страна. Мы ценим и считаем каждую национальную меньшину, которая живет в Украине и считает Украину своими родственниками тоже. Поэтому наше заведение в том, чтобы абсолютно четко проанализировать. И если нужно, в консультациях с Европейской Радой, нам нужно узнать, что мы должны сделать, чтобы поддерживать национальную меньшину. Но нужно отметить и то, что Украина потребует сегодня особой внимания, для развития нашей родной страны. И поэтому наше заведение, чтобы наша родная украинская мова развивалась. И так же мы имеем абсолютно полностью, соответственно, наших международных обязанностей, а мы, страна, демократичная, цивилизованная, мы должны создать качественные условия для развития всех национальных меньшин, всех мов в нашей стране. И сегодня Министерство области, Министерство закордонных справ працует над тем, чтобы и проводить разъясненную работу, и проводить консультации. Знаете, мы умеем чути, умеем анализовать. Мы всегда с великой шаной и поваго ставимось до тих вопросов, которые ставят наши партнеры. И это очевидный факт. Окремо хочу отметить, что, как премьер-министр страны, мы не привыкли, как Украина, как государство, разговаривать мову и ультиматуму. Для нас очень важно поддерживать дружный диалог. И поэтому мы так же, как и все наши международные партнеры, влагаем поваги к нашей мове, к государственной мове, поваги к нашему суверенитету. И глубоко уверены в том, что в качественной співпраце мы всегда будем находить абсолютно нормальные решения о развитии любых вопросов, даже когда они сложными. И я тут благодарен пану премьер-министру за и понимание, и достаточно конструктивную співпрацю, акцентирование тих вопросов, которые потребуют, возможно, больше внимания. И мы тут абсолютно открыты. Поэтому еще раз хочу подтвердить, что мы абсолютно полностью поддерживаем Молдову, мы вважаем розбок наших двусторонних соцсунков приоритетом. Мы с вами друзья, соседи, маем общий кордон и маем все сделать для того, чтобы наши возможности принесли успех для двусторонних держави. Спасибо. Стимація Репрезентанція Масмедия, как вы можете адресать вопросы для двух первых министров. Продолжение следует... 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 потому что они жители Украины, даже если они часть minorитетов национальных стран. Конечно, в этом смысле, Редактор Молдова является гражданой Романи и Молдовени, которые живут в территории Украины, только наша гражданность находится в связи с очень структурами с авторитетами в Киеве. И вы увидите сегодня все это, и я абсолютно согласен, что проблемы не решаются в интернете преимущества. Проблемы решаются в дискутии, в дискутии и в дискутии рациональные. Спасибо. Спасибо. Я могу только повторить то, что я сказал, чтобы больше спокойствовать. Я подкреслю, что мы уважаем и считаем права национальных меньшин. Мы уважаем и считаем права национальных меньшин. Больше того, в Украине созданы все условия для изучения права национальных меньшин. И мы сегодня, на самом деле, говорим про закон о развитии, который, на самом деле, подписан президентом. А Министерство Освіти скерувало до Ради Европы цей закон для взаимодействия и оценки, возможного влияния. И если такой влияние будет призначен, то, правда, мы направим его в парламент для обговорения в парламенте. Мы демократичная страна. Мы считаем международное право. И никогда его не порушили. И порушить не будем. А сегодня есть несколько школ в Украине, где учатся предметами различными языками. И это вопрос абсолютно реальный. Больше того, этот закон не споникает до закрытия ни одной школы, до освободения ни одного учителя. Все система будет работать в соответствии. На самом деле, какая еще проблема? Проблема в том, что нам нужно развивать в том числе и нашу государственную, украинскую мову. Потому что есть такие территории, где нашей государственной мовой не владеют вообще. И тут нужно создать условия уже для изучения украинской мовы. Не создавая никаких проблем для мов национальных меньшин. что конкретно нужно поселить. И тогда могут быть приняты все необходимые решения. Спасибо. 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 господин премьер, я украинскую мову. Вы сказали, что обсуждался вопрос Приднестровского урегулирования. Скажите, какие конкретные шаги в ближайшее время планируете предпринять для реинтеграции страны? И соответственно, какие перспективы вывода российских войск из Приднестровья в свете последних инициатив ООН? Дякую за вашу вопрос. Я хочу подкрасить, что у нас спостерегается увеличение товарообъек на 30%. И структура перемещения товаров есть и продовольная, и не продовольная группа товаров. То есть, фактически, структура остается, в принципе, неизменная, только увеличиваются объемы, и какие-то разные вещи мы расширимы в отношении нашей сотрудничества, и мы видим высокий потенциал для нарушения двухсторонной трагедии. Конфликт транснистриан это один, который требует много, 25 лет уже, и, по крайней мере, пока сегодня, в этот территорий мы получаем трюпы русские, и, по крайней мере, в этот территорий есть дополнительные муниции около 20.000 тонн, и, по моему мнению, это очень сложно идти в договоре с человеком который держит оружие в этот территорий. Поэтому, Молдова, в этот момент, в этот момент, это требует в том, что, в этом году, в том, что, 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 это, в том, что, это царе и объекты, которые стоят в dimensionе секретности. Поэтому, и я иду с этой идеей, по-другому, я хочу сказать, что многие, которые в этом случае, в этом случае, когда мы говорим о тренировке тренировых русских русских, мы не говорим о тренировке мисионией «Пасификатор». Но я думаю, что кто-то, 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 кто-то хочет, будет с этим конфузом для того, чтобы получить общество в ошибку. И эта мисиона «Пасификатор», мы думаем, что и опуизировал эффект. И, в моменте, он не делает ничего, чем сохранить эту стадию в этой регионе. И, по-моему, мы уже в ситуации для того, чтобы эта мисиона превратилась в интернациональной «пасификатор». Спасибо. 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 Михаила Бланару, Прайм ТВ. У нас вопроса для мисионией и для мисионией «Пасифика» Молдова, как и Украина, у заявления «Пасификатор» 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 Наверное, мы сейчас имеем вопрос о перегляд таких правил, но это все находится сегодня в парламенте и про то, что могут быть приняты решения говорить зарану, ведутся консультации и как только мы будем выходить на пропозиции, то однозначно можете быть уверены в том, что эти пропозиции будут полностью соответствовать всем нашим международным обязанностям. Продолжение следует... Продолжение следует...